Татьяна Владимировна, скажите, пожалуйста, вы считаете, что мужчины умнее женщин? Вот вы женщина красивая, умная, дважды доктор наук. И почему вы так считаете? И не обижаются ли мужчины, которые находятся рядом с вами на это? Нет, вы знаете, это эффект масс-медиа. Я, разумеется, никогда не говорила, что мужчины умнее женщин, равно как я очень не люблю феминистические все эти штуки. Поэтому я и противоположного не говорила, что женщина умнее, там лучше мужчин. Я этого ничего не говорю. Поэтому я это, я просто снимаем, этого не было. Но мой ответ-то сложнее. Здесь зарыто несколько вопросов. Один из вопросов, отличается ли мозг женщин от мозга мужчин. Мозг женщин отличается от мозга мужчин в каких-то вещах. Мозг мужчин эффективнее в каких-то вещах. Мозг женщин эффективнее. Но важнее другая вещь. Что такое мозг мужчины и что такое мозг женщины? Это же какое-то среднее, это какое-то несуществующее среднее число. Что такое вообще вот средний мужчина? Это какой? Или средняя женщина? Это кто? Ведь статистика, без которой наука не живет, к сожалению, так сказать, деваться некуда. Правила игры такие. Но статистика, она ведь просто все в одну кастрюлю поместить, там ложкой большой размешать, разделить на количество ингредиентов, сколько свеклы, капусты там, и получишь какую-то среднюю величину, которая будет средняя по борщу. Это что? Что это такое? Это же идиотизм. Понимаете, даже когда мы играем в гораздо более тонкую вещь. Ну, например, при исследовании мозга, который решает, условно говоря, арифметические задачи. Я должна ведь несколько человек исследовать, и после этого какую-то среднюю величину. Хотелось бы узнать, кто эти несколько человек. Да, значит, два алкоголика, два академика, две домохозяйки, две балерины, да, трое умных, один дурак. И мы все это сложили. Да, и еще парочка, которые, как я умные, скромно сказала она, но только не умеют считать. Да, и вот мы это все сложили, разделили. Это что за сведения такие? Они сразу отправляются в помойку. Они не нужны абсолютно никому. Это нулевая информация. Поэтому мировая наука сейчас очень склоняется... Это вы не думайте, что я ушла от ответа, я отвечаю. Она все больше склоняется к тому, что называется case studies. Одного мы изучаем. Понимаете, так вопрос просто ставить нельзя. Это дурацкий вопрос. Кто сильнее, кто умнее. Масса мифов существует в общественном сознании. Например, что математики умные, а балерины глупые. Ну вот откуда это взяли? Вот я специально занималась и сейчас очень интересуюсь тем, что происходит в мозгу танцора. Там такое творится, что еще неизвестно, у кого более серьезные процессы происходят, у инженера или у этой балерины. Кстати, Плесецкая именно это и говорила. Современные балерины, они делают движения, которых мы сделать не можем. Но это акробатика. То есть они этой ногой ей махнуть там не просто в шпагат такой вертикальный, а чуть ли не дальше. То есть это вообще вещи, которые анатомия должна запрещать. Они это делают так, как мы это не можем. И что? И что? Если мы состязаемся в акробатике, так и называйте. А если мы на тему танец, в котором ум, душа. И человек знает, что он танцует. Он читал Шекспира, прежде чем танцевать Джульетту. Это совсем другая история. Поэтому вот как бы возвращаясь на то, о чем мы все время сейчас говорим. Мы должны про себя решить. Мы те, которые быстрее всех, гнутся лучше всех, да? Считают лучше всех там. Вот если мы про это, то мы проиграли. Наша цивилизация закончилась. Потому что искусственные эти устройства точно будут это делать лучше, чем мы. Мы не можем состязаться. Но мы можем такое, о чем они не просто не могут мечтать, потому что они, к счастью, пока не мечтают. Но и это не факт, что это всегда так будет. Но они просто не поймут, о чем вы говорите. Понимаете, когда вы пробуете какое-нибудь блюдо или какое-нибудь замечательное вино и говорите, это вообще тушесвет. Так вот этот тушесвет не измеряется. Поэтому они не могут создавать произведения искусства, несмотря на то, что Сколково нас убеждает, что 4 минуты, пожалуйста, напишем как дюрер. Ну, в общем, пускай они пишут, сами и смотрят, вот что я хочу сказать. Я вот пойду, пускай это у них будет отдельная жизнь там такая. Вот, а мы уж, пожалуй, будем оригиналы.